МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Знаете ли вы, что Антон Чехов садился писать свои произведения, облачившись в парадный костюм? А вот Александр Куприн любил работать без одежды. Сегодня вы узнаете еще множество интересных фактов о литературе и русском языке. Это шоу на АБУМ. Мы начинаем! Подходит к концу год литературы в России. Мы решили подвести его итоги. И сегодня позвали в нашу студию сотрудников Национальной библиотеки Чувашской республики. Будем общаться, но в первую очередь будем, конечно же, играть, узнавать, у кого самый большой словарный запас. Для начала давайте познакомимся. Меня зовут Клава Сергеева. Я главный библиограф сектора МБА. И мое любимое занятие – вышивать крестом и искать приключения. Класс! Аплодисменты! Давайте аплодисментами встречать каждый участник. Что такое сектор МБА? Просто мне самому интересно. Это сектор межбиблиотечного абонемента. То есть мы как бы обеспечиваем связь с другими библиотеками. Не только в нашей республике, но и с другими регионами. Все, понятно. Теперь все ясно. Мы продолжаем. Меня зовут Татьяна. Я работаю в отделе отраслевой литературы. Я родилась день в день с нашей национальной библиотекой. 24 января. И я младше нашей библиотеки ровно на 107 лет. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я заведую отделом редких книг. И могу себя назвать хранительницей книжных сокровищ нашей библиотеки. Меня зовут Ольга Величко. Я занимаю должность заведующего сектором центра «Чувашская книга». Мой голос встречает и провожает наших посетителей. О, это интересно. Придете в библиотеку, обязательно обратите внимание на это. Здравствуйте. Меня зовут Катя. Я работаю в отделе «Центр чтения» и массовую работу. И несу литературу и чтение в массы. Меня зовут Рябцева Даша. Я завсектором по социальным инновациям библиотеки. На работе я идейный вдохновитель многих широкомасштабных проектов и акций. А дома я готовлю борщ и пеку блины. О! Очень хороший факт. Очень хороший. Теперь факт о самом главном предмете здесь, в этой студии. Это, конечно же, бомба. Я рад познакомить вас с ней. Мы ее заводим. Загадываем слог, на который вам нужно будет вспоминать слова и произносить. Делать это нужно как можно быстрее. Передавать соседу эту бомбу. Потому что в определенный момент, в какой не знает никто, бомба взрывается. И тот, в чьих руках она оказывается в этот момент, к сожалению, покидает нашу программу. Итак, первый слог, он стоит в начале слова. Это слог фа. Фамилия. Поехали. Фагот. Факт. Фантазия. Фантазия. Я застряла. Голос в библиотеке. В самом начале. Фантазер. Фасоль. Хорошо. Фант. Фант. Клавдия. Слог фа в начале. Можно подсказывать, коллеги. Не стесняйтесь ни в коем случае. Выручайте своих. Вам ответят взаимности. Фасад. Фасад. Отлично. Фазан. Фабрика. Факсимилия. Ого. Факт. Факт. Факт был, факт был. Фактография. А, смотрите-ка, словарный запас. Фармация. Ага, фармация. Фактура. Хорошо. Фабрика. Татьяна, фабрика была. Вы же говорили. Фабрикант. Фармацевт. Да. Факел. Фарт. Был, фарт был. Фатфуд. Фармакология. Фарт тут был? Не было. Татьяна. Ну, вот какой-то ступор. Слишком много знаем, наверное, и не все сразу всплывает в памяти. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Салтыкова. Я бизнес-тренер по деловому общению и эксперт программы «Наобум». Недавно мне на глаза попалось слово «наволок». Оказалось, что у него два значения, добавляйте в свой лексикон. Наволок – это заливной луг, низменный берег реки. А еще «наволок» – это облако, туча, туман. Вот пример использования этого слова. Густой наволок покрыл небо. Продолжить нашу игру хочется интересным фактом. Дело в том, что в Древнем Египте все суда, которые заходили в порт Александрии, сдавали свои книги в библиотеку на копирование и копии. Возвращались владельцам этих книг, а сами книги оставались в библиотеке. В связи с этим вопрос. Как сейчас пополняется фонд современных библиотек? Откуда книги берутся в библиотеке? Ну, современные библиотеки пополняются, во-первых, и на федеральные средства, то есть которые выделяет Москва. То есть закупаются книги. Закупаются, да. Книги выделяет и республика свои средства. Дарят и читателей, и спонсоры. То есть обычные люди могут прийти в библиотеку, принести книги? Принести свои книги. То есть куда-то переезжают или делают ремонт и отдают из своих домашних библиотек книги. Есть ли еще какие-то пути поступления книг в библиотеку? Может быть, какие-то необычные, нестандартные? Может быть, приходите на работу, а под дверью книжки лежат? И такие случаи тоже бывают. Книжки-подкидыши? Тоже случаются. Понятно. Вот такой вопрос, наболевший. По крайней мере, у меня, я думаю, что у многих телезрителей складывается такое ощущение и мнение сейчас, что в библиотеке люди не ходят. Или ходит малое количество людей. Потому что есть интернет, есть откуда почерпнуть информацию. Рефераты сейчас быстро пишутся достаточно. Так ли это? Нет, это не так. Я, конечно, могу сказать только за свой отдел, за художество. На литературу часто бывает даже так, вот вы говорите, интернет, электронные книги. К нам приходят со своим смартфоном или с чем-то, находят там книгу. Мы хотим ее в печатном варианте. Люди хотят вот открыть ее, понюхать, подержать в руках, как раньше было. Хорошо, то есть людей ходит много, они абсолютно разные. Какие книги они читают? Молодежь, они часто читают то, что рекомендуют в интернете. Фильм сняли по книге, начинают книги читать. Но сейчас самая популярная книга, одну не могу сказать, но вот фильмы эти «Голодные игры» вышли. Много читают фантастики Рэй Брэдбери, много читают наших авторов. Очень сейчас популярная книга Нарина Абгарян «Манюня». Книга называется, очень популярная. Очень большой поток информации, которые востребованы, это информация о истории деревень, истории сел, истории своих родословных. В нашей республике имеется в виду? Да, приходят просто люди, которые хотят узнать о своих предках, о том, как было или что было на месте их селений. И это можно сделать? Это можно сделать. Я думаю, что просто многие телезрители, которые нас сейчас смотрят, они не знают даже о том, что действительно можно прийти на эту информацию. В детстве работает клуб по составлению родословной, называется «Истоки». Милости просим. А есть ли какие-то необычные запросы по книгам? Вот что хотят читать такого, что, я не знаю, действительно, может быть, вас самих ставят в ступор иногда или в шок? Они говорят тему просто, тему. Пришла, даже вот вчера пришел молодой человек, почитал, говорит, Гёте и Фауст, дайте книги, где сделка с дьяволом. И как вы выходите из таких положений? Ну, я предлагала Булгаков, например. Через наводящие вопросы? Да, как-то пытаешься что-то узнать, предлагаешь варианты, но это очень тяжело, конечно. Хотя, по идее, мы не должны тоже осуществлять такие услуги, мы должны осуществлять конкретный запрос. Книга, автор. Ну, вы же любите свою работу, вы же любите читать, поэтому вы подходите же творчески. Творчески. Так же, как и мы. Давайте вот так же творчески сейчас мы приступим ко второму раунду нашей игры. Сейчас наш слог перемещается в середину. Этот слог – ин. Кино. Поехали. Славдия. Синус. Картина. Так. Хорошо, пошли. Начали-то, а? Ну, опять застряли на мне. Ничего, мы уверены, вы сейчас выдадите нам. Вино. Вино. Кино, вино. Да, вино. А, конечно. А ты ларинголог. Минута. Калина. Калина. Калина, верните. Калина. А, Калина, Калина, да. Мина. Ну, малина. Перина. Клиница. Ой, забыл. Ващина, ващина. Ващина. Казинаки. Лащина была, да? Лащина? Лащина. Лащина. Значит, лащина сейчас так. Лащина. 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 Вредина. Вредина. Говядина. Говядина. А-а-а! Последние секунды. Ольга, чувствуется приближение. Не сдавайтесь! Не сдавайтесь! Да, это все. Все. Я своей игрой недовольна. Я надеялась, что я хоть как минимум три раунда хотя бы продержусь. Ну, что я больше... Ну, хотя бы спасибо, что я не вылетела в первом раунде. Ладно, второй. Нет, ну, странная ситуация, когда берешь в руки вот эту бомбу, начисто вылетают все слова. Россия – православная страна. И все мы должны знать, что в слове «христианин» ударение падает на последний слог. Произнося данное существительное, по-иному – «христианин». Вы следуете старой норме. Запомнить правильный вариант я предлагаю с помощью следующего предложения. Истинный христианин – хороший семьянин. Год литературы в России и несколько минут сотрудников, которые работают в библиотеках. Знаков ли этот год именно для вас? Что хорошего происходит в вашей деятельности? Действительно, год литературы для нас очень важен, потому что библиотеки и год литературы – ну, это одно. И перед тем, как этот год наступил, конечно же, библиотекари очень долго думали, что же такого интересного придумать для своих читателей. У нас родилось несколько довольно-таки интересных, на наш взгляд, проектов, которые позволили максимально привлечь в библиотеку и вообще к вниманию литературы пользователей и читателей. Ну-ка, расскажите нам, давайте по порядку начнем с самого-самого знакового события, которое произошло. По вашему мнению? По моему мнению, да, это, конечно же, международный проект «Читаем на РСПИ». Мы разделили известную поэму на более ста частей и раздали всем желающим по сети интернет, просто нашим читателям, гостям, и предложили прочесть отрывки из поэмы на фоне достопримечательностей города, страны или мира. Таким образом, мы получили видеочтение по МНРСПИ в 29 странах. 29 стран. 29 стран. Из наиболее интересных это... Самая эзотическая страна. Да, Новая Зеландия, Перу, Австралия, Китай. Сейчас это все в каком-то едином формате, в едином видеопайле. Сейчас это в Ютубе доступно для просмотра, и если у кого-то есть желание посмотреть полтора часа интересного видео в 29 странах... Полтора часа есть, я прям выделю серьезно. Вот, все идет довольно-таки живенько. Стоит сказать, что открыл чтение поэмы на РСПИ наш глава Чуварской республики, Михаил Васильевич. Михаил Васильевич Игнатьев сам прочитал отрывок, и у меня еще больше желаний появилось. Отрывок прочитал. Это не шутки, про посмотреть это видео, да. Вот. А дальше один из очень интересных проектов, это же, конечно, Библионочь. Что происходит во время мероприятия Библионочь? Чтение, конечно же, стихов. Где, где, где? Библиотеки. Нет, ну когда ночью? Ну, вечернее время, вечернее и околоночное, скажем так. Потому что у нас пока не было ни одной заявки, что человек сказал, что я хочу в 3 часа ночи прийти в библиотеку. Будет, обязательно проведем. Не было пока, ждем. Вот, впереди Библионочь 2016. Я возьму это как вызов. Читаю стихи. Мы вводим экскурсию в книгохранение, один из самых закрытых отделов, конечно же, библиотеки. Мы показываем кино, мы даем мастер-классы. В библиотеке кипит, бурлит жизнь. И даже на этой неделе в библиотеке проходят два фестиваля кино. Библиотека сейчас, друзья, это не только книги, это действительно разнообразие, развлечения, образование, развитие и так далее. Библиотека – это интеллектуальный досуг в первую очередь. Раунд, в котором наш слог перемещается в конец слова. Это по-прежнему существительное, по-прежнему в единственном числе. А вот слог в конце. Этот слог – он. Чемпион. Главдия, поехали. Барон, миллион, марафон, бидон, фараон, бидон, трон, трон, да ладно, столько слов. Телефон, клон, смартфон, слон, да, слон. Ну, что? Микрофон. Микрофон. Перрон. Диктофон. Перрон, диктофон, так. Ну, магнитофон. Граммофон. 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 Пилон. Пилон. Миллион был биллион. Миллион был биллион, да. Так, так, так. Так. Катя, 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 Катя. Последние секунды. И, к сожалению, прям вот на языке. Какое слово было на языке? Вот так вот было. Нет, это просто был звук отчаяния. И он звучит. Ну, я очень волновалась. Со стороны это все кажется очень так легко. И если ваши зрители думают, что это так, приходите, испытайте себя, и вы поймете, что это очень-очень сложно. Присутствует очень большое волнение. Ты просто впадаешь в ступор. Тебя заклинивает на чем-то, и ты перестаешь ориентироваться. И те, кто это продолжают, и кто доходит до финала, они очень большие молодцы. Стереть в порошок? Сейчас это выражение звучит как угроза уничтожить, истребить. А ведь пошло оно из среды аптекарей и имело совсем другой смысл. Еще с далеких времен аптекари делали различные лекарства для своих пациентов. И было замечено, что именно истолченные в порошок лекарственные средства продаются лучше. Такие порошки люди разводили водой и с легкостью проглатывали. Но все лекари знали, что приготовление таких порошков дело нелегкое. Сначала лекарственные растения собирали, сушили, потом измельчали, и только после этого долго и упорно терли в ступке, чтобы получить нужную консистенцию. Кажется, что все делается для блага человека, а вот сохранилось это выражение с противоположным смыслом. Когда я готовился к эфиру, я прочитал про такую интересную болезнь, заболевание. Она называется библиоклиптомания. То есть это желание украсть книгу из библиотеки. И самый известный представитель этого заболевания, человек, который украл максимальное количество книг, его зовут Стивен Блумберг, ему удалось украсть более 23 тысяч книг из 270 библиотек со всего мира просто. Вот вопрос такой, в вашей библиотеке и вообще в библиотеках часто ли сейчас воруют книги, и как вы с этим боретесь? Если есть библиоклиптоманы, то для них у нас это просто отличное предложение. В национальной библиотеке существует площадка, где можно просто прийти, посмотреть понравившуюся книгу и взять ее, возможно, на совсем. Можно принести книгу тоже из, опять-таки, своих запасов и положить. Площадка называется «Читай даром». Ну и, конечно, мы заботимся о сохранности фондов. Ну, давайте вот об этом тоже немножко поговорим. Мы с читальных залов выдаем под залог на 10 дней, а потом этот залог возвращаем. Если возвращают книгу? Конечно. Но вот в центре чтения там художественная литература выдается бесплатно, ввиду того, что художественные книги легче восстановить. А в отделе, например, где я работаю, технические книги, медицинские, экологические, биология, химия. Технические вообще, старые книги очень даже трудно найти. К нам приходит даже очень много читателей из-за них. Поэтому мы берем залог, человек приносит книгу, залог возвращаем. Большой залог? А вот просто я давно не был в библиотеке. В нашем отделе 500 рублей за книгу. Стоимость книги. Хорошо. А если, например, человек берет книгу, ну, художественную, я так понимаю, это бесплатно, да, то есть залог оставлять не нужно. Берет книгу, забыл, ну, забыл он просто. Вот есть такой мальчик Миша, вот забыл он в школе отдать в Шумерлинскую детскую библиотеку книгу. Вот что с ним будет, если ему уже 29, а он до сих пор книгу не отдал? Ну, ему обычно начнут звонить сначала. Много и часто будут библиотекари звонить мальчикам Миши. Потом они, возможно, придут к нему домой. Но у мальчика Миши есть уникальная возможность исправить ситуацию. В библиотеках всегда, и в нашей в том числе, объявляется День Прощенного Читателя. Ну, а помилование? Да, помилование для всех. Именно в этот день можно прийти к библиотекарям, да, и сказать, вот ваша столь долгожданная книга, библиотекарь ее с радостью у вас заберут. И шоколадку вам тоже за терпение, да? Ну, это по только личной... Я передам ему, хорошо? Спасибо. И у нас полуфинал, и сейчас простор для творчества, потому что слог может находиться как в начале, так и в конце, и в середине слова в том числе. И этот слог, внимание, га. На га. Поехали. Газета. Газон. Богач. Гамаши. Багаж. Богач. Угу, 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 хорошо, хорошо. Вы так говорите, как будто сомневаетесь в своих словах. Не сомневайтесь, у вас же большой словарный запас, вы читаете каждый день. Ну? В начале, в середине, в конце, в любом месте слога. Гарь. Богатство. Угу. Давайте я начну подсказывать, есть болт, а есть... Гайка. Хорошо. Больше подсказывать не буду. Газ был? Нет. Нет, нет. Галета. Гамаши не было. Галета. Гамаши были? Да, гамаши были. Гарь. Гарь была, 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 гарь. Последние, последние секунды. Ура. Ура. Ура, ура. Почему ура, ура? Я не хотела оставаться. Все, давайте. Вервишки? Я знала Гага, там утка, еще что-то. А это название утки. И специально, да? Да. Почему? Давайте, почему? Вы боитесь финала? Да, я боюсь финала. Почему? Ваших вопросов боюсь. Сложнее, наверное, как раз, когда слог в середине. Когда в начале или в конце, все равно как-то слова идут на ум. А в середине немножко получается стопор такой, небольшой. 200 грамм или 200 граммов? Поговорим о счетном падеже. Так обозначают единицы измерения при наличии рядом числительного. Например, 10 ватт, 50 ампер, 100 байт. Окончания ОВ у единицы измерения нет. Есть нулевое окончание. В русском орфографическом словаре Российской академии наук предлагается только один вариант – грамм. А вот в других справочниках пишут, что возможны оба варианта – 200 грамм и 200 граммов. Просто граммов – более старая норма. А русский язык имеет тенденцию к сокращению. Вот что писал о граммах Чуковский. Теперь мне даже странно вспомнить, как сердило меня на первых порах нынешнее словосочетание «сто грамм». Не «сто грамм», а «сто граммов», с негодованием выкрикивал я. Но мало-помалу привык, обтерпелся. И теперь эта новая форма кажется мне совершенно нормальной. Оказывается, в мире есть уникальные живые библиотеки. Это люди, которые приходят к человеку, который их вызывает, и рассказывают, пересказывают книги, общаются с ними. Можно послушать их рассказы. Существует примерно 150 таких библиотек живых. Давайте попробуем представить себя сейчас живым библиотекарем. И расскажите нам, пожалуйста, всем телезрителям, мне в частности, как вы попали в профессию библиотекаря, чем она вас радует, чем удивляет и так далее. В библиотеку я попала, честно говоря, думая, что эта профессия легкая. Так. Ну, после школы пошла я учиться в училище культуры. И уже после того, как начала работать в библиотеке Мяковского, я параллельно еще заучена, закончила институт культуры. А так сейчас общий стаж у меня составляет 12 лет. Это здорово. То есть из вашего рассказа мы в том числе узнали, что учат в училище культуры. И в институте культуры. И в институте культуры уже высшее образование, я так понимаю. Хорошо, Даша. На самом деле тоже я пошла учиться на библиотекаря. И это было давно. Когда училась на третьем курсе, меня пригласили в национальную библиотеку работать. Я пришла работать в библиотеку 17-летней девочкой. И вот уже как 10 лет, через пару месяцев, я отмечу здесь свой юбилей. Я не скажу, что я изучила работу уже библиотекаря. Работа библиотекаря и работа в библиотеке – это то, что заставляет постоянно удивляться. Это то, что приносит великое удовольствие, потому что ты видишь не только книги, ты постоянно видишь людей с их интересами, с их абсолютно разносторонними запросами. Ты видишь мероприятия, которые тебя восхищают или наоборот заставляют задуматься. Поэтому, конечно, я люблю свою работу и люблю свою библиотеку. Вот у нас за столом люди, которые осознанно выбрали профессию, то есть обучались. Есть ли, ну просто вот всегда же бывает, заканчиваешь какое-то учебное заведение, а потом идешь работать не по специальности в библиотеке. Есть ли такие люди, которые приходят, ну не имея профильного образования, приходят в профессию библиотеки? Конечно, в библиотеке большое количество таких людей. В основном это у нас филологи. Вот мы всегда им рады. И филологов в библиотеке большинство. Многие из них, конечно, уже получили второе образование, уже библиотечное. Очень много есть шуток на тему библиотек, баек, истории и так далее, и стереотипов в том числе, что одеваются невзрачные библиотеки, в основном в очках, очень любят читать, заумные. Они всегда тихо разговаривают и просят всех разговаривать тихо, потому что тишина должна быть в библиотеке. Правда это или нет? Ну тишина обычно только характерна для читальных залов, а на абонементе, где читатели обслуживают... Начинается веселье, да? Конечно же, у нас нет стереотипных библиотекарей. Может быть, они где-то есть. Кстати, они есть. Но они настолько удивительно прекрасные специалисты. Они прекрасно подбирают литературу. Итак, у нас финал. Задание достойное финала, поскольку у нас действительно люди достойные, с большим словарным запасом, со знанием литературы, знанием искусства, науки, техники и так далее, и так далее. Вот сейчас мы с вами попробуем вспомнить и озвучить известных личностей Чувашской республики. Писатели, художники, музыканты. Иван Яковлевич Яковлев. Поехали. Константин Иванов. Так. Кузангай. Андриан Николаев. Андриан Николаев. Ухсай. Ильбек. Федоров МНТК. Глазной врач. Да. Шире-шире. Спортсмены. Арделион Игнатьев. Таня Юн. Актриса. Максимов Кошкинский. Эльмень. Так. Вера Кузьмина. Какой хороший финал. Чеспель. Много людей, которые прославили нашу республику. Так. Нина Яковлева. Айги. Айги. Агаков. Олимпиада Иванова. Да, да, да. По спортсменам, так. Ярд. Да. Ну, последние секунды. Даша. Ярдый спортсмен. Да. Велосипедист. Клавдия. Вот сейчас. Я, я. И вот последних секунд. Да. Да. Это тактика. А я просто не помнила больше никого. Ну, правда. Вы понимаете, с кем вы работаете? Пока-нибудь все равно волнение так нападает. И уже все, что помнишь, потихоньку так с памяти убегает. Игра была очень интересная, потому что с нашими коллегами я играла впервые. Вот. Мы действительно все абсолютно разные. Немножко скромные, веселые, яркие. Но в первую очередь это было интересно. Это было познавательно. И как ни странно, я не думала, что будет так сложно. Тем не менее, вы остались здесь, и вы победитель. Главный приз – это сертификат на мастер-класс от компании «Бизнес-диалог». Держите, это вам. Сейчас немного расскажу об этом. «Бизнес-диалог» – фирма, которая развивает и оценивает персонал, а также проводит семейные тренинги. Сотрудники организации учатся грамотно писать деловые письма, вести переговоры и общаться с посетителем, как того требуют современные стандарты клиента ориентированных компаний. А вот тренинги для родителей с детьми, управлять временем, все успевать, этикет, протокол, хорошие манеры, публичные выступления, легко и убедительно. Компания «Бизнес-диалог», современные арт-технологии, интерактивные формы развития интеллекта и профессионализма. Выбирайте программу на сайте, обучайтесь с удовольствием. Одна из самых таинственных библиотек – это библиотека Ивана Грозного. Она до сих пор не найдена и считается библиотекой-призраком, спрятанной в московском Кремле. Ну а нам с вами, чтобы прочитать уникальную книгу, не нужно тратить время на поиски. Приходите в библиотеки города и читайте, читайте, читайте. Становитесь умнее и счастливее. Меня зовут Михаил Морозов. До встречи на национальном телевидении «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова